Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и мы продолжаем экспериментировать в игре под названием Universe Sandbox 2. Друзья, сегодня у меня такой эксперимент, что будет, если наша Земля вдруг перестанет вращаться вокруг Солнца. Да, просто вот она возьмёт и остановится. Не знаю, какими-то недвижимыми силами Земля вдруг раз и остановилась. Ну, скажу так, что если вдруг Земля резко остановится, вот прям как нажать тормоз на машине, да, чтобы резко затормозить, то все люди и всё остальное, машины, автомобили и прочие, просто резко вылетят с атмосферы, да, они просто улетят в атмосферу. А вот, но мы будем Землю нашу постепенно останавливать и посмотрим, к чему это приведёт всё действие. Давайте перед началом скажу, что Земля, как и другие планеты, вращаются вокруг Солнца по своей орбите, которая имеет форму эллипса. И закон тяготения нам гласит о взаимном притяжении таких тел, как Солнце и Земля. Давайте выясним, почему Земля не падает на Солнце. Само по себе падение, конечно же, существует, причём постоянно. Но если бы Земля не вращалась вокруг Солнца, это давно бы произошло. Противодействующей силой, которая препятствует падению, является центробежная сила, которая возникает вследствие движения Земли по своей орбите вокруг Солнца. И эта сила всегда равна силе притяжения. То есть скорость Земли создаёт силу, которая постоянно отклоняет траекторию Земли в сторону Солнца. Ну что ж, друзья, давайте начнём наш эксперимент и посмотрим, к чему всё это приведёт. Так, наша Земля. Так, что у нас по скорости секунда в секунду? Можно, наверное, немножко даже ускорить время. Давайте час в секунду. Отлично. Так, и берём нашу Землю. Так, вот она, скорость вращения. Скажу, что скорость вращения 30 км в секунду. Так, ну давайте попробуем. Давайте как-нибудь постепенно будем снижать скорость, дабы люди и всё остальное на планете Земля не вылетели резко за пределы атмосферы. Давайте 29 км в секунду. Можно, в принципе, ещё чуть-чуть приостановить. И смотри, как орбиты уже сужаются вращения. Так, ещё 29 км. 28. 28. Так, так, так. Постепенно, постепенно. Можно даже чуть-чуть ускорить. Смотри. 24 км в секунду. Ну, то есть на 6 км мы сделали меньше. И орбита Земли будет находиться, короче, будет пересекать венерианскую орбиту. Прикольно, да? Представляешь, Земля и Венера где-нибудь встретятся. Так, давайте, наверное, ещё немножко. Давайте примерно на орбиту Меркурия. Можно ещё снижать. Ещё, ещё, ещё. 16 км в секунду. 14, 12. Примерно, наверное, вот. Вот. Самая стабильная. Вот так вот. Нормально. Во. Замечательно. 5 км в секунду. Ну, конечно же... Стой, подожди. Что происходит с Луной? С Луной... Луна вообще... Ага, я понял. Луна сама по себе будет теперь вращаться. Но смотри. Что происходит с Землёй? Земля, в принципе, уже у нас прямиком, прямиком направилась на Солнце. Так, давай посмотрим, что у нас по средней температуре. Температура 13 градусов. Пока, конечно, в течение, скажу так, в течение недели, в течение недели, земляне не почувствуют никакой разницы. Там, допустим, в прибавлении средней температуры на Земле, ну, в один градус, конечно. А потом уже где-то неделя через три температура повысится даже где-то примерно на 10 градусов. То есть, начнётся катастрофичная засуха. Так-с, смотрим. Сколько у нас прошло? Прошло, по-моему, где-то дней пять. Да, ну, как раз неделя. Так, мне хочется посмотреть, где мы находимся. Ага, то есть, мы уже ближе к Венере. Смотри, мы скоро будем пересекать Венерианскую орбиту. Кстати, интересно, скорость сама по себе восстанавливается. Но это уже ничего не поможет, ничего не спасёт нашу Землю, потому что... Потому что мы прямиком уже отправляемся на Солнце. Подписчики любят засветиться на моих видео. Заметил, да, в правом нижнем углу. Так, ладно. Давайте, наверное, тогда можно ещё, в принципе, ещё чуть-чуть ускорить время. Стой, а у нас будет... Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. У нас, возможно, даже столкновение с Венерой. Да ладно, нет. Хотя, подожди, мы, наверное, немного ниже. А вот, наверное, вот в этот период, вот в этот период, смотри, средняя температура 14 градусов. И вот в этот период земляне бы уже бы, наверное, заметили то, что... Как-то странно выглядит ночное небо. Венера намного стала ближе. Возможно, даже мы её увидим в виде Луны. Ну, то есть, мы даже сразу увидим, что пропала наша Луна. И увидим, что появилась в небе какая-то большая Луна. Ну, конечно, эффектов от воздействия Луны на Землю мы тоже сразу заметим. Уже спустя, через неделю-две. Ну, так, состав. Что у нас по составу? Вода у нас пока ещё не испаряется. Так, период вращения орбитальный. Понятно. Состав, поверхность. Давайте посмотрим. 30 градусов на экваторе. Так, ну, давайте ускоряться. Тогда ускорим время. Будем всё ближе и ближе к Солнцу. Кстати, да, мы уже ушли за Венерианскую орбиту. На Земле вообще, по идее, по идее... Так, стоп, стоп. Температура... На Земле, по идее, температура уже должна подскочить где-то... ...градусом 40-50. Но здесь среди температуры 15 градусов. Это даже очень странно. Хотя вот на экваторе, я смотрю, она постепенно растёт. 5 градусов в Антарктиде. Вау! Антарктида начинает размораживаться. Классно. Так, ну, мы уже вышли прямиком на Меркурий. На орбиту Меркурия. Температура 36. Всё это, конечно, как-то странно в этом симуляторе работает. Так, Земля. Давайте вернёмся к Земле и посмотрим, что там вообще у нас на Земле происходит. Океаны пока у нас ещё как таковые, я даже смотрю, не высыхают. Хотя, по-моему, что-то уже есть такое. Ледяные шапки. Да, ну вот, как я и говорил, Антарктида, смотри. Видишь? Она размораживается постепенно. Хотя, по идее, на такой орбите Меркурия, она уже должна полностью разморозиться, не остаться там льда. Да и само Солнце уже намного стало ближе. Посмотри, насколько стало оно огромным. Так. Давай ещё немножко ускорим время. Давай, давай, давай. Это была бы, конечно, катастрофа мирового масштаба. Вот при подлёте ближе к Солнцу уже 30 градусов. Да здесь уже до 100 градусов. Больше 100 градусов Цельсия, это как минимум должно быть. Пролёт вокруг Солнца. Мы изжарились, 520 градусов. Но только странно как-то, посмотри. Мы обогнули Солнце, и нас выкинуло чуть дальше. То есть, вот по такой орбите Земля теперь будет двигаться. Так, подожди, движение. Обзор. Период вращения. Давайте ещё уменьшим период вращения. Давайте вот так до 0,1. Вообще, по идее, Землю, Землю, должно было прямиком поглотить Солнце. Я не знаю, почему оно не упало. Вообще, по идее, Солнце поглотит полностью Землю. Оно упадёт просто на него. Ну что ж, поздравляю. Растительности нету, хотя вон какие-то отдельные города. Ещё там люди какие-то выжившие есть. Странно. Ох, подожди-ка, а почему у нас затопило Африку? Что за сила действует на нас? Смотри. По-моему, Соединённые Штаты Америки тоже затоплены. Я сейчас удивлюсь, если мы будем летать постоянно на орбите Меркурия какого-нибудь. Меркурий станет нашей Луной. Так, ладно, давайте начнём ещё одну симуляцию. И скорость мы теперь на Земле наоборот повысим. Так, стоп. Берём нашу Землю. И давайте будем повышать нашу скорость. То есть, смотри. У нас предельное 30, но мы теперь её до 38 километров. Всего лишь на 8 километров каких-то в час ускорить вращение Земли вокруг Солнца. И наша Земля, смотри, она просто отправляется на дальнюю орбиту, дальше, чем даже Марс. Но мы будем постепенно с годами возвращаться на нашу орбиту. Давайте, можно даже ещё больше увеличить. Так, стоп, стоп, стоп. Это слишком быстро. Вот, ну, приблизительно вот так. 42 километра в час. И наша Земля полностью просто на 12 километров увеличиваем. Наша Земля улетает вообще в открытый космос. Ну, давайте ускорим время и посмотрим. Мы, по-моему, уже пересекли марсианскую орбиту. Так, поверхность. Давайте посмотрим на поверхности. Да, температура уже... Мы пролетаем пояс астероидов. Температура снижается. Но как-то я не скажу, что слишком уж быстро. Но мы бы заметили бы уже, что на Земле выглядит ночное небо как-то тоже странно. Плюс пролет через пояс астероидов, сказался бы, тоже на Земле не очень, скажем так, приятно. Вот, ага, все. То есть планета Земля уже начинает замерзать. Мы уже выходим, наверное... Все, да, планета Земля полностью замерзла. А мы выходим на орбиту... Подожди. На орбиту Сатурна практически мы вышли. Давайте ускорим еще время. Пересекаем Сатурн. То есть смотри, мы как ускорились, да, за пять месяцев... Подожди, стой. За три года, получается, мы всего лишь так быстро добрались до Плутона. Невероятная скорость. Все, по-моему, Земля замерзла. По идее, полностью должна замерзнуть. Жизни там уж как таковой нету. Мы вышли за пределы последней планеты. Ледяной шар, но с жизнью. Удивительно. Ну, человек вообще такое существо, которое, наверное, приспособится ко всему. Чтобы выжить. Посмотри, насколько мы далеко. Ну, вот такой экспериментик у меня, друзья. Я думаю, что эксперимент удался. Всем, кому понравилось, обязательно ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, дабы не пропускать мои новые видео. Всем пока, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok